Я хочу вам напомнить, что Чечня не дотационный регион. Что бы вам там не говорила Россия, Россия выкачивает нефть в Чечне, затем эта нефть продается на рынке и потом какая-то часть из этих денег возвращается в Чечню и это все выдается за дотации Москвы. И самое главное в этом направлении, в направлении туризма, что есть у Чечни, то, что является самым первым. То есть страна может иметь на своей территории очень красивые и привлекательные туризма мест, но если у нее нет известности, то туда не будут ехать люди, то есть этот туризм не будет востребован. Каждый должен стремиться к тому, чтобы быть полезным, чтобы не быть бесполезным, чтобы не просто проедать эту жизнь, спать есть, а чтобы быть реально полезным. Поэтому нужно получать полезные знания. Вот так меня учили, мне давали такие советы, поэтому я просто передал, это не мой совет. Тумсо, вы сторонник независимости Ичкерии. У меня есть некоторые сомнения на этот счет. Допустим, что это случилось. Миллиардов из РФ больше нет. Как будут выживать жители сказку про светлую утиль? Так, я немножко не понял. Есть сомнения на этот счет насчет чего? Насчет того, что я сторонник независимости или насчет самой этой идеи имелось в виду? На что будем жить? На то же самое, на что живет Грузия, например. Нету никаких дотаций от России, у них даже нет нефти. Но при этом страна живет, имеет экономический рост, все у нее нормально. Вот это вот сказка, которая очень выгодна Кремлю рассказывать, что если не российские деньги дотации, то, мол, Чечня загнется. Я хочу вам напомнить, что Чечня не дотационный регион. Что бы вам там ни говорила Россия, Россия выкачивает нефть в Чечне. Роснефть у нас качает нефть. Затем эта нефть продается на рынке и потом какая-то часть из этих денег возвращается в Чечню и это все выдается за дотации Москвы. Вообще нефть это не главная тема наша, абсолютно. Экономика республики не должна строиться на сырьевом сбытии. Это сделает нас такой же банановой республикой, как Россия. Россия сейчас, вся экономика России построена на реализации нефти и газа. Поэтому мы изначально вообще не должны говорить об этом. Вот у нас нефть, мы будем продавать и жить. Нет. Хотя это очевидно, что это возможность для стартапа, как минимум, у нас есть. Но мы не должны это говорить, потому что мы не должны делать ставку на это, на реализацию чего-то. Мы должны делать ставку совершенно на другие вещи. Но как минимум мы можем, и мы должны, я считаю, в первую очередь рассчитывать на приток иностранного капитала. Для этого нам нужно создавать условия, то есть законодательную базу, полную неприкосновенность частной собственности. То есть если заходит к нам какой-то бизнес, он должен быть уверен в том, что с ним не поступят несправедливо, у него ничего не отожмут. Что у нас обязательно нужно построить систему справедливого судейства. Судейство, которое никак не зависит от властей, на которое нельзя оказать какое-то влияние или давление. Нужно сделать неприкосновенную частную собственность. И самое главное, нужно сделать приятный инвестиционный климат в плане налогообложения, таможенных, пошлинг и так далее. Все, вот это я считаю самое, наверное, важное. Но здесь важно понять, что я не экономист. Я, может быть, сейчас говорю какие-то вещи, которые с экономической точки зрения требуют какого-то большего разъяснения или уточнения. Я и не должен этим заниматься. Я просто в целом понимаю, что в этом мире очень много стран, не имеющих того, что имеем мы, а это нефть, то есть нефть и газ, какие-то ископаемые ресурсы, плюс туристически очень красивую местность. У нас есть горы, это уже как бы огромный бонус. Если в твоей стране есть горы, то это значит, что там есть на что посмотреть. Ты можешь в горах организовать очень интересные туры, то есть инфраструктуру сделали, туризм, пожалуйста, люди будут ехать. И самое главное в этом направлении, в направлении туризма, что есть у Чечни, то, что является самым первым. То есть страна может иметь на своей территории очень красивые и привлекательные туризмы мест, но если у нее нет известности, то есть если об этом не знает мир, то туда не будут ехать люди. То есть этот туризм не будет востребован. То есть самым важным, что является, когда ты создаешь условия для притока туризма, ты должен это рекламировать. То есть это должны узнать потенциальные клиенты, туристы. И вот у нас в этом плане есть самое важное, это известность. О Чечне сегодня знает весь мир. Ты не найдешь ни одну точку в этом мире, где хотя бы раз в твоей жизни не слышали о Чечне. И это большой бонус. То есть когда придет какое-то предложение посетить Чечню в качестве туриста, у людей не будет вопроса, а где это Чечня, а что это Чечня. У людей сразу будет, а Чечня, это же Чечня, это же война, это же вот они там, это очень интересно. Помимо того, чтобы посмотреть горы, там наверняка следы какой-то войны и так далее. Так что в этом плане у нас огромный потенциал. И не нужно на такие разговоры, даже отвлекаться не нужно, а на что жить там и так далее. И ни в коем случае не нужно делать упор на продажу нефти. Это какая-то такая, знаете, это такой хороший бонус такой, подспорье. Это нефть, что она есть. Да, альхамдуллах, что она у нас есть. Это значит, что мы в любой момент, когда нам что-то не хватает, мы можем рассчитывать на какой-то приток. Это значит, что мы сможем привлекать туда, разумеется, мы сами же не можем сегодня устроить, организовать нефтедобычу, переработку. И представить, что мы завтра стали независимыми, у нас нет этой возможности. Поэтому, что нам нужно в первую очередь? Разумеется, привлечение каких-то международных компаний, добытчиков нефти, дать им возможность добывать эту нефть на нашей территории, реализовывать и с этого получать прибыль. И постепенно, постепенно мы сможем в дальнейшем национализировать этот рынок. Как это сделали в Саудовской Аравии? Саудовская Аравия именно так и начинала. Они сначала дали все свои нефтяные месторождения мировым компаниям, нефтедобытчикам. И постепенно, постепенно они это национализировали. Сейчас у них нефтедобычей занимается национальная саудовская компания Арампу. То есть мы тоже можем пойти по этому же пути. Можем отказаться от этого пути, например, сказать, да, пусть это всегда будет частным бизнесом. В общем, это уже вопрос экономический. То, что для нас выгодно, то мы и будем, и должны делать. Вы не опасаетесь говорить о сегодняшней войне, тем более с пропагандой не идти на войну. Но реально опасно для вас обсуждать прошлые войны. Другое дело, это история, уже берегите себя. Спасибо, Виктор. Нет, я не, ну как, я не боюсь, я опасаюсь ли я? Ну, наверное, это правильное слово, опасаться. То есть предпринимать какие-то меры для обеспечения своей безопасности, да, нужно делать. Но боюсь ли я? Нет, не боюсь. Так, Ханки Мачибирам. Саламу алейкум. Какой совет дашь молодёжи, живущей в Европе, на пользу нашей, иншаллах, независимой Чечни? Валейкум асаламу арамху ла баракату. Брат, я по какой-то теме мог бы, наверное, дать советы. В целом, какие-то общие советы. Не люблю я такие философские вещи. Я не ассоциирую себя как проповедник, как человек умный, годный для того, чтобы давать кому-то какие-то советы. Я, наверное, больше нуждаюсь в том, чтобы эти советы давали мне. Я лишь дам тот совет, который давали мне старшие и дают по сегодняшний день. Это как можно больше получать знания. Знания, любые полезные знания. Это не только там религиозные, это любые полезные знания, которые можно будет применить во благо нашего общества. В первую очередь, во благо самого себя, своей семьи, своей религии и в целом во благо общества. Общество не только, я под обществом подразумеваю, не только там именно наше, чеченское, в Чечне, а вообще общество, где ты живешь, вокруг тебя, чтобы ты был полезным человеком. Это очень важно, быть полезным человеком. Каждый должен стремиться к тому, чтобы быть полезным, чтобы не быть бесполезным, чтобы не просто проедать эту жизнь, спать есть, а чтобы быть реально полезным. Поэтому нужно получать полезные знания. Вот так меня учили, мне давали такие советы, поэтому я просто передал, это не мой совет.